В среду доллар продолжал дешеветь по отношению к большинству основных валют, что еще раз подтвердило негативный настрой инвесторов в отношении американской валюты на этой неделе. На азиатской сессии пара евро-доллар оставалась в узком ценовом диапазоне 1,3763-1,3787. На торгах в Европе трейдеры повернулись к евро и пара достигла максимума последних пяти недель 1,3818. Однако заявление представителя правительства Греции о готовности обратиться за помощью к МВФ в случае, если Европейский Союз не продемонстрирует реальную поддержку, инвесторы приняли как предупреждение. Пара развернулась на нисходящее движение и достигла дневного минимума 1,3726. Экономические новости из США и выступления председателя ФРС Бернанке перед Конгрессом практически не повлияли на рынок. Евро попытался отвоевать утраченные позиции и поднялся до отметки 1,3779, однако задержался там недолго и в начале американской сессии опустился до цены 1,3730. На утренних торгах в Азии пара продолжила нисходящее движение и достигла отметки 1,3667. По паре евро-доллар предполагаем на сегодня возобновление подъема пары ценовым уровнем 1,3751, 1,3796, 1,3838 и, возможно, выше. В среду на торгах в Азии пара фунт-доллар оставалась в узком ценовом диапазоне 1,5218-1,5245. После публикации протокола последнего заседания ЦБ Англии по денежно-кредитной политике и статистике по британскому рынку труда, наилучшей за последние 13 лет, на валютной бирже начался настоящий ажиотаж. Менее чем за час фунт вырос на 160 пунктов и достиг дневного максимума 1,5382. В начале американской сессии пара откатилась на 100 пунктов вниз до отметки 1,5276, а затем начала новый подъем. Достигнув цены 1,5368, фунт опять развернулся, но уже не опускался ниже отметки 1,5312. На утренней азиатской сессии пара несколько подешевела и опустилась до цены 1,5270. По паре фунт-доллар ожидаем сегодня возобновление подъема пары к ценовым уровням 1,5340, 1,5382, 1,5448 и далее к 1,5555. Из основных экономических новостей четверга можно отметить публикацию в Швейцарии, Еврозоне и в США торговых и платежных балансах. По итогам балансов значительное увеличение профицита текущего счета и рост объемов экспорта по сравнению с предыдущим месяцем ожидает в Еврозоне. А в США баланс покажет негативную динамику. Дефицит текущего счета существенно увеличится. В Швейцарии, кроме того, выйдут данные по промышленному производству. Каких-либо значимых изменений здесь не ожидается. Индекс деловой активности в производственной сфере опубликует Япония и США. Кроме того, в США будут опубликованы стержневой индекс потребительских цен, а также индекс опережающих индикаторов. А основным событием этого дня станет публикация показателя по количеству обращений за пособием по безработице за истекшую неделю. Аналитики ожидают небольшое снижение числа безработных. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова